всем привет смотрите сколько у меня всего стоит на столе у меня по плану 4 вида мяса вернее 3 вида мяса и креветки и 4 маринада к каждому свой отдельный потому что лето это время маринадов это время шашлыков и несмотря на то что у меня на канале уже есть шашлык из индейки да из свинины есть из креветок нет но в общем шашлыков никогда не бывает мало потому что мы их и вы их все время едите каждый год пробуйте новые интересные сочетания начинаем с баранины мясо все я нарезал мелкими кусочками потому что хочу чтобы она быстро приготовилась к маринаду из баранины у меня идет тимьян или чабрец что у вас под рукой есть то и используйте кавказская трава самое что ни на есть у меня брат приехал однажды к брату в омск к андрею старикову брат привет если смотришь и я ему говорю есть чабрец чай заварить хочу попить он такой чабрец чай и так не понимающая я ему говорю ну да слушай но чабрец это же в аптеке продается я говорю не знаю наверное он говорит это вот мы там мы лечимся настой делаем горло полощем фигу говорю ну слушай ну так бывает вообще его на кавказе пьют там с чаем и настойки делают всякое всякие спиртовые на нем и так далее ну то есть бывают такие все таки люди в наших селениях которые не знают сибири например что чабрец зачем заварить его значит дальше к чабрецу я добавляю красный базилик красный ароматный риган в баранину обязательно соль в зависимости от того насколько вы хотите быстро или медленно чтобы промариновалось добавляйте соли я у меня маринады все очень быстро я долго не буду ждать там по 40 минут по часу пока все промаринуется поэтому я больше кидаю соли и меньше держу на глаз вы понимаете да что небольшой пучок чабреца побольше немножко базилика вино красное сухое грузинское вино раз это у нас в грузинскую тематику ну так знаете чтобы не как суп все плавало там жидкости достаточно было сюда обязательно добавляем значит ложку чайную с большой горкой красной мясной аджики она острая соленая поэтому учтите если вдруг вы понимаете что у вас там много людей которые не едят острое аджики кладите совсем чуточку я помню умников которые писали какой ты повар ты что не знаешь что классический кавказский шашлык делается на сухом белом вине там была масса комментов на тему того что чувак ты видимо причем здесь кавказ классический маринад что вино все посплю я вам скажу так нету какой-то классики или не классики реально есть там узбекистан в котором есть 100 вариантов миллион вариантов шашлыка есть грузия армения в котором тоже 100 миллионов вариантов шашлыка и каждый себе находит по вкусу я например люблю чтобы вот иду я в армянский ресторан и ну вот гайне например и и знаю что корейку они не маринуют и мне нравится вкус баранье корейки не маринованный а в другом ресторане они говорят мы не маринованную баранину не жарим вообще армяне те же тоже понимаете в каждой нации есть масса людей которые делают так или иначе нельзя говорить это хорошо это плохо это вкусовщина все каждый может сделать как угодно главное чтобы было чувство меры чтобы у вас руки росли из нужного места и чтобы вы понимали что вкус откуда вкус берется кислота соль ароматы пряности острота если нужно вот и все весь маринад так пару зубчиков чеснока все вот руками так можно прямо раздербанить и сюда класс и так баранинка у нас готова напоминаю аджика кстати рецепт аджики внизу в описании будет ссылочка мы я делал отдельно прям ролик про аджику значит аджика красный базилик чабрец чеснок вино ну и соль конечно все даем постоять дальше у нас идет индейка в индейку розмарин снимайте вот так вот прям иголочки все сюда больше розмарина больше потому что как я уже сказал маринады быстро и не стесняйтесь соль сюда обязательно чеснок любая птица чеснок любит поэтому я 4 прям зубчика сюда можно не давить можно просто нарезать отправляем теперь острая русская горчица обязательно о она еще поставил на солнце такая ядреная прям стала значит горчицы много не надо полторы ложечки чайный и теперь йогурт ну какая птица вы знаете прекрасно что это самый я бы даже на рассказал народный такой рецепт когда птицу маринуют в йогурте можно добавить минералки можно еще что-то добавить я еще раз говорю это на ваш вкус я вам показываю 4 моих любимых маринады которых я прекрасно знаю который использую в своей жизни я конечно использую намного больше маринадов но покажу их следующий раз еще ток вам о да индейка у меня было бедро все тщательно перемешать все пусть маринуется далее свинина шея вот эта трава это зеленый базилик все рвем мнем руками чтобы аромат пошел вот так все выжимаем что все лопалось базилик конечно божественное создание природы ворчестер вустерский соус там много гвоздики поэтому свинина будь пряная тем более плюс зеленый базилик который летом кстати продается везде вот я вот был был недавно в тольятти и он вообще прям у каждого зеленщика зеленый базилик сейчас очень популярны в россии не говорите мне что в россии только продается это вы там жируете что продается только укроп вообще все продается в самаре вообще все на рынке есть да был как кстати комментарий про то что типа вот ты там режешь медленно честно признаться знаете когда вы научились резать быстро вы понимаете что вам это не надо так лук много лука много лук лимон лимончика немного чтобы свинина не варилась и чтобы остался аромат базилика и ворчестера чтоб не перебивал лимон до шкурки тоже туда же а соль забыл далее креветочки креветулечки у меня вот здесь кинзулька кинзульку вместе с со стебельками ну самые корешочки надо обрезать а все остальное нашинковать как попало можно так подавить чтобы аромат кинзы ярче какой какой аромат лето сейчас на рынке значит если кто-то не любит кинзу я всегда говорю значит мне больше достанется используйте другой маринад не используйте кинзу если вы ее не любите значит имбирь имбирь тут на ваше усмотрение я думаю что каждый прекрасно знает продукт не новый имбирь довольно острых сам по себе поэтому его какой-то такой соломкой ну почему я режу мелко да для того чтобы разорвать вот эти соединения чтобы аромат пошел аромат вкус все это в маринад понимаете так вот у меня еще есть соевый соус глупу вы уже поняли что креветочки у меня азиатский характер носят креветки я не буду подсаливать я подсолю соевым соусом что не характерно в маринадах используется такая техника давайте солить не с помощью соли креветка сладкая неохота то знаете засаливать туда до ума помрачений чеснок прямого помельче и конечно же обязательно когда вы делаете маринады на азиатский мотив нужно учитывать сладость но сладость 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 мед мне нужен сэр александр не могли бы вы мне передать мед а то ведь я его забыл спасибо большое ты поздоровайся со всеми всем привет молодец все ясно в этом видео супер вот так вот понятно добавляем медок пока на солнце стоял расплавился весь вообще значит 3-4 столовые ложечки чайные ложечки меда должен быть баланс кислого и сладкого в азиатской кухне это прям очень важно важно и обязательно лимона вот здесь и можно лайм кстати использовать но я и лимон использую прям не стесняйтесь побольше соевый соус лимон имбирь чеснок все это вот тут так креветки я перемешиваю о бомба так сейчас кто-то уже написал комментарий я прям чувствую что вот появлю появился уже комментарий мол типа а чё со свинины это ничего не сделал а со свининой нужно сделать вот что его нужно всю к не хорошенечко размять просто я руки до самого последнего момента не хотел пачкать а свинину конечно с луком если не размять то ничего не получится свинину нужно помассировать ой какой пряный офигительный аромат просто вот эта гвоздика которая есть в ворчестере она прям вперед лезет и терпкость цедры и аромат зеленого базилика его и и подчеркивают то есть маринад очень необычный очень интересный такой больше даже наверно какой-то восточный получился не 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 азия а восток хотя на востоке живет очень много мусульман и свинина это не характерное мясо для восточных людей но я про аромат что все-таки там вот восточные нотки вот эти гвоздики пряного базилика ароматного лука а это к средиземноморья кстати можно отнести ой вот это вот мне кажется очень классный 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 ну-ка виноватый от слова вино виноватый барашек до барашек конечно такой прям кавказ кавказ вино риган чабрец и аджика еще дает ух ты острый какой получился я не стал заморачиваться шампурами вот есть вот такие шпажки их водой промочил хорошенечко начну с самого безобидного с креветчик здесь зависимости от того насколько вы хотите чтобы красивый или некрасивый был шампурчик надо креветку переворачивать туда-сюда чтобы у вас было знаете так хвостик хвостику без хвостик без хвостика со свининой баранина индейка там сложнее с мясом когда начинаешь связываться там не до красоты там главное чтобы все это ровно лежала сидела вернее не падала потом я надеюсь что вам не нужно было показывать как насаживать мясо на шампур баранинка у меня кусочек мяса грибок мясо гриб мясо гриб мясо гриб последний решил не заморачиваться поэтому насадил просто мясо чуть маслица дальше свинина но свинина как свинина насажена без лука без ничего креветки готовы к тому чтобы отправиться ну и соответственно маслом поливать не буду индейка тоже здесь все жарим а жарю я сегодня на выборе genesis 2 это один из самых крутых грилей газовый гриль но многие кстати вот вопросы себе задают и спорят мол типа угольный конечно круче чем газовый зачем сравнивать два несравним две несравнимые вещи в ресторанах например в тех которых нельзя иметь угольный гриль все имеют газовый есть отсекатели огня мы же не на прямом огне и на прямом пламени жарите да есть отсекатели и у нас же аромат откуда у шашлыка приобретается не от того что там нас уголь или не уголь уголь ведь не пахнет когда он разгорелся согласитесь там нет никакой ароматики угля у нас капли которые сок или жир выделяющиеся из куска мяса падают на уголь идет дымок или что-то похожее на дымок дает горит и от этого приобретает шашлык тот или иной вкус поэтому в принципе вот когда здесь у вас что-то капает его это идет видите вот сейчас главное что нет открытого огня они вот огонь жир когда капает на эту появляется но надо быстренько выкладывать и закрывать решетки чугунные можно зоны разные включать выключать а вот у угольного например да и он работает совершенно по-другому на нем прошлый раз я что делал коптил вот коптит он офигительно да и жарит он классно и разные все гриле никогда не сравнивайте гриле у каждого свои достоинства у этого смотрите решеточку убрал поставил туда казан на газовом удобнее работать в оке или например копчушку также можно сделать ванночку поставил щепы туда накидал нагревается зато здесь смотрите можно вот эту отключать работать только на это или наоборот или все задействовать так я вот к чему креветки у меня моментально приготовятся прям вообще моментально то что уже приготовилась пора подавать подавать можно вот совершенно любым способом например вот таким так над корочку только о поплотнее баранина довольно быстро печется да пора и доставать да индейка тоже в общем то у нас нельзя давать ей высыхать хотя бедро бедро достаем все тарарарам пам 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 4 и 6 оперия дейн опа нет все-таки шашлыки это конечно красиво так свинька у меня здесь потолочь и кусочки поэтому пусть еще полежит пока индийка вот так представьте себе соки с каждого кусочка мяса стекает внутрь по шпажке пропитывают хлеб и вы нажрались от пузо и вам еще хочется хлеб что делать дилемма натюрморт получается нечеток ой ароматы ну и соответственно не держите их долго потому что сок пропитывает хлеб и шпажка начинает вся такая прям расходиться потому что там она про промокает с чего начать с чего начать чего начать давайте с индейки начнем индейка йогурт мясо полностью прожарилась йогурт конечно птицу любит единственное замечание это птицу конечно хорошо бы в йогурте подольше помариновать потому что все таки хочется чтобы вот это вот кислота кисломолочная до которую дает йогурт она куда-то дальше внутрь проникла и про и пропитала изнутри если вам индейку лень защищать от пленок как я тогда их просто выкидывайте мясо мягкая классная пленки мешает свининка что взять со свининки мне кажется русского человека вкус шашлыка ассоциируется только со вкусом свиной шеи жареный на углях и вообще не важно какой маринад реально вот это прям я узнаю из тысячи баранина оказалась самая тяжелая видимо вино и жидкость быстро впитываются вот реально шампур такой нависающий ну не считая того что ягненок был молодой мясо совершенно белое несмотря на то что мариновалась в вине я бы назвал баранью в таком маринаде экзотичной почему потому что вино и отсутствие лука не дают разрастаться баранину бараньему вкусу кто-то скажет зачем жарить баранину если она не пахнет бараниной слушайте если вы хотите например чтобы ваши родственники которые не любят баранину и и полюбили сделать его такой маринад креветка надо пробовать я даже не знаю чё их пробовать креветки как креветки ну креветки пахнут креветками конечно а вот во вкусе отражается маринад вот по аромату непонятно что здесь кинза лимон мед но когда они попадают в рот креветка по сама по себе сладкая и мед он подчеркивает эту сладость креветка становится еще слаще еще вкуснее но я бы сюда конечно а можно же вот так сделать вот чего не хватает баланс кислоты порежьте лимон дольками и подайте вместе с шашлыком из креветок и все тогда будет полная картина класс но смотрите я думаю что для многих из вас я не открыл ничего нового мы все знаем да я взял за основу винную историю связанную с кавказом историю креветок связанную с азией птицу любую наша любимая русская это йогурт ну и соответственно свинина как и не марину это все равно будет настоящий свиной шашлык приятного аппетита дорогие друзья я надеюсь вам все понравилось я буду очень рад если вы будете использовать те идеи которые я вам даю и рассказываю в своей жизни вам реально будут все ваши друзья и родственники говорит спасибо вам спасибо за то что ставите лайки за то что делаете перепосты но а мне спасибо за то что я сам себе вкусно приготовил вот потому что вы через экран попробовать не можете пока